Здравствуйте, друзья! Вокруг гибели генерала Зиничева продолжает умножиться различная версия. Причем, как всегда, преуспевают либеральные источники и средства массовой информации, а также противники режима, которые усматривают в официальных сообщениях одно вранье. Они так и пишут, так и говорят. Но это, в принципе, всегда для них так. Вот что ни говори, кругом все вранье, все врут, все пропало. Однако мало кто обратил внимание на небольшие фактические несостыковки в официальных сообщениях. А подумать, прежде чем выкладывать интернет на каналы, какую-то галиматью, или смотреть эту галиматью, сейчас же сложно, это же думать надо. Вот об этих несостыковках сегодня мы в записках горожанин. Поехали. Генерал Евгений Зиничев из питерской команды, как принято это говорить. Сейчас он служил в КГБ, ФСБ, службе безопасности Владимира Путина. Был губернатором Калининградской области. 18 мая 2018 года назначен министром МЧС. Через 10 дней он стал членом Совета безопасности России. 7-8 сентября 2021 года в Норильске проводились масштабные учения МЧС. Учитывая прошлогоднюю чрезвычайную ситуацию с разливом нефтепродуктов из резервуара на местное ТЭЦ Норникеля, спасатели начали учения с отработки трех вариаций подобных сценариев. Одна группировка работала на нефтебазе, где, по легенде, произошел взрыв. Другая здесь же, но при разливе нефтепродуктов в Енисей. Третья отрабатывала взрыв в Дудинском порту, где загорелся ледокол с опасным грузом. Нужно было потушить и не допустить попадания вредных веществ в воздух или в воду. Местные журналисты видели генерала Зиничева 7 сентября в добром здравии. А 8 сентября в 16.30 главный редактор России сегодня Мария Симоньян сообщает о гибели генерала. Это сообщение, повторюсь, было первым. И в тексте говорится, что силовик, спасая оператора, упал со скалы и ударился о камень. Здесь и начинаются небольшие несостыковки. Во-первых, нет никаких фото или видео с места трагедии. Это, по словам местных журналистов, Иркединский водопад. Там действительно есть такое место. Во-вторых, допустим, нахождение в таком месте оператора или режиссера фильма, который ищет локации для своего произведения, понятно, оправдано. Но что делал глава МЧС в сотне километров от учений, которые шли в Норильске? Если там тоже были учения на этом водопаде, тогда почему нет ни одного фото или видео или текстовой информации на сайте самого ведомства? С другой стороны, это официально объясняет, почему до сих пор неизвестно точное место происшествия, точное место этой трагедии. А теперь давайте глянем на эту ситуацию, на эту трагедию немного шире. 3 сентября на Восточном экономическом форуме на Дальнем Востоке выступает президент России Владимир Путин. 7 сентября Дмитрий Песков сообщает, что президент России отдыхает с министром обороны Сергеем Шойгу в тайге в Сибири. 8 погибает генерал Евгений Зиничев. Фото Путина и Шойгу из тайги, а также видео, публикуют только спустя 20 дней после первого сообщения. Про отдых я имею в виду. Почему такой длинный срок? Очевидно, это мое предположение, чтобы публикация не совмещалась с информацией о трагедии с близким человеком Владимира Путина. Евгений Зиничев, напомню, 9 лет был буквально тенью главы государства. Он работал в службе безопасности. Любители конспирологии отметили и сопоставили некоторые факты. Путин и Шойгу идут в тайгу. При этом на опубликованных снимках видно, что они явно там не вдвоем. Их фотографирует кто-то еще и в кадр попадает не один человек. Понятно, что первое лицо государства, первые лица государства их должны охранять. И что в такой обстановке это должны выполнять исключительно доверенные лица. Может быть, это и был Евгений Зиничев? Это предположение. Не более. Однако вспоминаем, что никаких фотографий с места трагедии в Норильске не было. И упоминания на официальном сайте. Какова вероятность того, что все они были в разных местах? Вопрос, на мой взгляд, риторический. Спустя 4 дня по прибытии в Москву президент отправился на самоизоляцию. В бункер, как сейчас говорят. На сессии ОДКБ Владимир Путин участвовал онлайн. Почему? Если предположить, что Зиничев погиб, защищая президента, то в этом следовало заподозрить Сергея Шойгу. Он был рядом. Эта версия очевидна, учитывая разные обстоятельства. Ну, к примеру, давайте ответим на вопрос, а хочет ли Шойгу власти? Нет сомнений, у него все шансы и хороший рейтинг. Более того, еще в 90-х он считался одним из претендентов. А если накрутить еще и, скажем, 4 июля 2012 года, когда ему вручили Мальтийский орден. Эта структура без сомнения ждет от него какого-то назначения такого. Если Путин просчитал случившееся, ну, видимо, не сразу, он решил спрятаться до выяснения, или даже выяснил, а потом решил обезопасить себя. И это может говорить о том, что Кремль вступил в реальную схватку, которая идет прямо сейчас. Схватку за президентское кресло. Далее. Вот, смотрите, почти нет сомнений, что Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали основные бумаги по союзному государству. Кстати, интересно, а как оно будет называться? Предположим, что главой этого пока непонятного союзного государства является не Владимир Путин, а Александр Лукашенко. И он ретиво займет жесткую позицию против всех, кто будет против его политики. И народ его поддержит, я так предполагаю. Возможно, что именно поэтому попытка убрать Путина идет прямо сейчас. Чтобы не дать ратифицировать этот союзный договор. В конспирологических версиях сейчас преуспевают различного рода аналитики, астрологи, политологи. Все это понятно на уровне предчувствий. Детали мы не знаем, да и вряд ли узнаем. Точно можно сказать только одно. Драка за президентское кресло продолжается и принимает самые жесткие обороты. До конца осени, очевидно, мы ждем каких-то кардинальных изменений во власти. При этом, обратите внимание, борьба эта идет без участия народа. И прошедшие выборы наглядный тому пример. Хорошо ли это? Все мы знаем поговорку, паны дерутся у холопов, чубы трещат. Ясно в этой ситуации, что поскольку народ сам не взялся решать свою судьбу, ее решат за него. Ну и на этом сегодня все. История продолжается. Подписывайтесь на записки Горожанина. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok